Друзья мои, всем привет! Так, сегодня у нас на обзоре вот такие вот наушнички. Я себе беру теперь только фирменные наушники марки HOKKA, потому что действительно, вроде такой вот китайский non-name, но потрясающее качество звучания, просто потрясающее. Вот что до этого накладные, я обозревал наушники, просто за 1000 рублей вы получаете до такой степени охрененное качество по звуку, что конкуренты типа GPL, там тот же самый Defender, да, вот, у них такое качество звучания варьируется от ценового сегмента от 3000. Тут, опять же, за 1000 рублей HOKKA дает, ну, просто колоссально, наивысшие качества звучания за эти деньги. Ладно, много чего-то воды я сейчас это больно рассказал, показал и выказал. В общем, наушники данные практически копия Apple-ских прошек. Вот, в общем, точная модель это EW59. Вот, что про них могу сказать? В общем, я с ними, наверное, практически месяц, и мне есть, что вам про них рассказать. Если вы будете там чекать на Valberis и не знаете, какие наушники типа Apple-ских прошек вам купить, то берите, вообще берите не раздумывая вот эти. Сейчас я более подробно про них все расскажу. Поставляется вот такой в коробке они, аккуратненькой. Ну, типа под Apple сразу подкос. Вот такой же кейс, опять же, как у Apple. Вот, но только небольшие изменения по кейсу есть. Так что, вот такая вот пленка была. Это хрен знает что. Вот такая вот бумажечка на китайском языке. Инструкция, даже на русском имеется. Вот, хрен знает, может быть, какой-то бубошка, и не сможете подключить просто так наушники. Подключаются они, кстати, очень легко. Просто кейс открываете, телефон ищет их, даже присутствует эффект анимации. Внутри коробки у нас сменные амбушюры и провод, друзья, Type-C провод. Опять же, за 1000 рублей вы получаете Type-C провод. Вот. Заказывал я их за 980 рублей. Ну, считайте, косарь, короче. За косарь это просто охрененно. Просто обалденное звучание. По характеристикам, что у нас здесь? Вот. Так. Аккумулятор каждого наушника 30 мА. Так, камера нихрена не фокусируется, конечно. Как всегда меня подъебывает. Да. Всё так плачевно. Ё-моё. Ну, как так-то на... Да. Хонор, блядь, называется. Когда-то флагман был. Ладно. Размер каждого наушника 30 мА. Ну, размер аккумулятора... Объём кейса 300 мА. То есть, хватало мне их где-то примерно на 3,5 подзарядки. Вот так вот. От нуля до ста. В общем, заряжается данный кейс от 10-ваттной зарядки где-то примерно часа 2,5. Вот так вот. До полного. Здесь есть вот такой вот индикатор. Горит он зелёненьким цветом, когда кейс полностью заряжен. Вот. Ну, сейчас до кейса, конечно, дойдём. Ну что, убираем коробку и ложим перед собой наушники. Наушники выполнены в таком же форм-факторе, как и у Apple-вские прошки. Но только есть небольшие изменения. Вот, например, вот здесь мы видим... Есть такое отверстие под ремешок. Ну да, китайцы, они любят вот такие все воебоны. Вот. Также снизу присутствует USB Type-C разъём. Также данные наушники можно найти... Ну, если скачаешь вот это приложение, как бы вот такое вот по QR-коду приложение. Не знаю, как оно называется. Короче, мне это не надо. И можно по этому приложению найти, вот где данные наушники лежат у вас дома. Если вы, например, забыли, то через это приложение можно связаться к этим наушникам, подключиться. И он, вот сам кейс, вот через этот динамик, он просимволизирует. Где он? Может, вы там в туалете их забыли. Ладно. Хрен с ним. Вот это отверстие я не знаю для чего, конечно. Вот. Но вот этот динамик, вот, так, как бы вот такая конструкция. Ну, полностью практически напоминает Apple. Есть вот такая кнопочка у нас сзади. Которая, опять же, сопрягается с телефоном. Можно по кнопке, можно просто кейс открыть, и телефон у вас их без проблем найдет. Давайте вытащим сами наушники. Я говорю, опять же, они полностью напоминают айфоновские прошки. Вот так вот сам наушник выглядит. Вот таким вот макаром. Два наушника. Кейс, кстати, есть небольшой, ну, у кейса, естественно, есть небольшой люфт за эти деньги, что вы хотели. Но он, блин, вот мизерный вообще, вот действительно, вот мизерный люфт, что можете получить за тысячу рублей. Вот. Ну, сам кейс такой тяжеленький. Ну, как бы это, руку так давит. Вот. Внутри находятся два контакта. Для подзарядки данных наушников. Ну, действительно, вот копия айфонские прошки. Короче, имеется сенсорное управление данных наушников. В общем, как, наверное, ну, блин, у стандартных наушников, у всех же, один раз это принятие звонка, стоп или продолжение воспроизведения музыки. Два раза это следующий трек. Три раза, если постучать вот по этой ножке, это возвращение к предыдущему треку. Так, ладно, примерно, особенности вкратце рассказал. Так, в общем, пользуюсь я ими примерно месяц. Что хочу сказать по звучанию. За 980 рублей это просто потрясающие наушники. У них даже есть хоковская вот такая вот голограмма. Ну, то есть это не ширпотреб какой-то китайский, да. В общем, реально, они уже специализируются не только вот по наушникам, я слыхал. Они выпускают и телефоны Хока. Но это уже не нон-нейм какой-то подвальный. Они реально. Они ни разу у меня вот за этот месяц ни разу не отвалились там, ну, чтобы отключился. Там один наушник, вот как китайский вот этот, опять же, подкос под айфоновские прошки. Ну, какие-то такие тоже нон-неймы, которые там называются W15. Ну, до хрена таких наушников было. У меня такие, кстати, есть. Я их тоже брал за полторы тысячи. Конечно, где-то полтора года назад. Но когда вот эти первые подкосы, подпрошки были, вот тогда я их брал, они просто задолбали отключаться. Задолбали. То одно ухо отвалится, то другое. То Bluetooth, походу, блядь, далеко от них находится. Хотя телефон у меня просто тупо в кармане. Вот, в общем, постоянно сбивался сигнал. У данных наушников такого просто ни разу не было за месяц. Обалденные наушники. За тысячу рублей лучше, я думаю, блядь, ну просто, ну нечего взять. Если вы хотите как-то выебнуться перед своими этими сверстниками, да, чтобы они вдруг подумали, что у вас прошки. Не обязательно брать в прошки, вот, блядь, за 16 там тысяч, там за 18. Вот, пожалуйста, аналог Хока. Берёте EW59 и будет вам счастье. Так, в общем, сейчас скажу по звуку. Мне понравились басы. Басы тут просто до такой степени валят, что приходится сбавлять две позиции громкости на телефоне назад. Вот, середина нормальная, но, мне кажется, немножко не хватает верхов. Низы отличные. Ни больше, ни меньше не надо. Середина не проваливается. Но вот верхов я бы немножко подкрутил, потому что в жанре рок вот этих верхов не хватает. Ну, немножко превращается вот этот весь звук в такую небольшую кашицу. Но для клубника обалденные наушники. Для рока, я опять же говорю, немножко бы я подкрутил верха. Так, но за 1000 рублей это более чем адекватный вариант. Так что, если будет адекватная вот такая цена в районе 1000-1200 рублей, не раздумывая, берите данные наушники. Я думаю, мой отзыв вам помог. Так что, всем удачи, друзья. Всем пока. Какие будут с Валбереса наушники? Ну, там, не только наушники. Какие будут вообще покупки с Валбереса? Я буду это все снимать на камеру и с вами делиться своим каким-то опытом. Всем удачи, всем пока.